Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Мы продолжаем тематику необычных, странных и наушников, как многие говорят, нового поколения. И сегодня мы посмотрим на Hi-Low Airfree. И в принципе бренд Hi-Low я, наверное, знаю, что вы слышали. Это бренд, который производит не только наушники, а и умные часы, и фитнес-браслеты, и разные аксессуары к ним. Так что усаживайтесь поудобнее, давайте попробуем разобраться, что это за наушники. Поставляются они вот в такой вот упаковке. Из преимуществ сразу видим, что это наушники-серьги открытого типа и имеют Bluetooth версии 5.4. Но это только то, что есть на поверхности. Если же посмотреть на сами наушники и на сам кейс, то мы видим, что это гламурный, красивый кейс, который выполнен из глянцевого и матового пластика. Верхняя часть глянец, здесь надпись Hi-Low смотрится неплохо, нижняя часть матовый пластик. Но это еще не все. Если открыть кейс и, например, достать наушники или вложить эти наушники, то мы увидим, что здесь присутствует дисплей. Через камеру, конечно же, дисплей будет мерцать. Возможно, не так хорошо все видно, но в действительности очень классно все видно и просматривается. И здесь мы можем увидеть информацию о заряде кейса и наушников. И это очень даже удобно. Выглядит красиво, форма необычная. Обычная кейс, как минимум, не огромный, не супергабаритный. По размерам он примерно и по форме такие, как у AirPods Pro. Если же открыть сам кейс, то что сразу сказать хочется, то что крышка, как вы видите, фиксируется. Наушники внутри сидят достаточно плотно. Магниты есть, присутствуют. Вот, как вы видите, отлично садятся все наушники на свои места без проблем. Далее, щелчок четкий, крышка, да вот, крышки отличные. Здесь по сборке вовсе претензий никаких нет, нигде ничего не люфтит, не скрипит, все добротно. Если же посмотреть на сами наушники, то наушники выполнены точно так же из пластика, только на этот раз это уже матовый пластик и выглядит это очень неплохо. Состоит он из двух частей. На одной из частей здесь расположен динамик и звуковой выход. Надпись также бренда. На второй части здесь контактная площадка, микрофоны и батареи. Ну и также это все соединено эластичной, резиновой, силиконовой, не знаю, вставкой. Выглядит очень даже неплохо, стильно, круто, классно и как минимум необычно. Немного позже покажу, как эти наушники сидят и держатся в ушах. Ну а по цвету, вот это вот фиолетовый цвет, а также существует еще черный и белый. Черный классика, белый, ну что-то среднее. Фиолетовый, вот более такой вот новый, интересный и гламурный. Если же говорить по поводу управления, то оно здесь довольно-таки функциональное, стандартное, как для большинства наушников. Двойной тап это включение воспроизведения или остановка и пауза. Ну а тройной тап это следующий или предыдущий трек. Также в этих наушниках есть возможность подключения к приложению. И на главной страничке вы можете видеть, что это за наушники, процент заряда и их название. Далее на вкладке звук у вас есть возможность настройки эквалайзера. Вы можете выбрать определенные пресеты, но единственный минус состоит в том, что нет кастомного пресета. Возможно пока, возможно в целом, но хотелось бы иметь еще и кастомный пресет эквалайзера. Ну и на вкладке настройки вы можете настроить управление этими наушниками. Так что оно более гибкое и настраивается под вас. Плюс ко всему вы можете найти гарнитуру по звуку, если вы потеряли где-то в этой комнате или в соседней. Ну и обновление прошивки. К слову, хочу сказать, что после того, как я получил эти наушники, сразу же пришло обновление прошивки, которое немного изменило все-таки звук и изменило в лучшую сторону. Так что можно сделать предварительный вывод, что все-таки некоторая работа ведется по улучшению. И вполне вероятно, что в дальнейшем это также будет производиться. А вот таким вот образом эти наушники выглядят и сидят у меня в ушах. Здесь могу сказать лишь только одно. Благодаря вот такой вот форме, форме клипсы, форме серьги, эти наушники очень-очень удобны. Одни из самых удобных наушников. Почему? Да, благодаря такой вот конструкции, эти наушники, во-первых, из-за того, что не вставляются прям внутрь в ушной канал вам в уши, как, допустим, вкладыши или внутриканальные вкладыши, вы их практически не чувствуете. А вот эта вот клипса, она нигде ничего не давит, не придавливает, и вы можете изменить немного направление этих наушников или расположение для вашего комфорта и, возможно, немного изменения как-то звука в лучшую или в худшую сторону, как вам удобно и как вам больше нравится. Ну и благодаря такой вот конструкции и удобству, эти наушники одни из самых удобных и комфортных, и можно ими пользоваться непрерывно, достаточно-таки продолжительный промежуток времени. Часами могу сидеть в этих наушниках без проблем, они какого-то дискомфорта не приносят. Плюс ко всему, если это активность, например, занятия там какие-то спортом, прогулки, пробежки, тренажерный зал, воркауты и прочее-прочее, эти наушники очень хороши тем, что они не выпадают и, соответственно, не давят вам в уши. Например, вот такие вот движения или вот такие вот движения, они легко, без проблем будут выдерживать и не будут спадать и выпадать с ваших ушей. А это, конечно же, удобно, когда вы чем-то занимаетесь и что-то делаете, и в это время прослушиваете музыку или просто потребляете какой-то контент. Звук. И это очень важный момент, потому как, ну, какой будет интересный звук в наушниках, во-первых, открытого типа и в наушниках вот такого вот немного нестандартного плана. Здесь скажу, что звук здесь довольно-таки неплохой, но есть несколько но. Прежде всего, хочу сказать, что производителям здесь заявлен звук 360 градусов, панорамный звук, ну и плюс ко всему направленный звук, то есть звук направлен прям вам в уши, в ваш ушной проход. Все это, конечно же, хорошо звучит и, опять-таки, есть но. В чем но? Да просто в том, что здесь есть два небольших минуса. Из-за того, что наушники открытого типа, здесь нет глубокого, насыщенного, хорошего баса. Это вполне логично, потому что звуковой вывод в наушниках не устанавливается прямо далеко, глубоко вам в уши, как это будет в внутриканальных вкладышах или хотя бы в вкладышах. Поэтому добиться, ну, по крайней мере, пока на этом этапе развития данных наушников и форм-фактора, ну, невозможно. Бас здесь есть, присутствует. Здесь присутствуют и низкие, и средние, и высокие частоты. Неплохой баланс, но не хватает вот такого глубокого, насыщенного баса, который может дать внутриканальные вкладыши или хотя бы просто обычные вкладыши. Ну, и второй минус или второе, но это то, что наушники, опять-таки, открытого типа, и то, что окружающая среда, если это будет тихое помещение, сможет слышать довольно-таки хорошо вашу музыку или ваш потребляемый контент. Опять-таки, все эти минусы, но выплывают просто из конструкции из-за того, что это наушники открытого типа. Ну, и плюс ко всему, из-за, опять-таки, такой же конструкции, здесь еще и запас громкости выше. Выше, чем у наушников, опять-таки, вкладышей или внутриканальных вкладышей. При громкости 70, даже до 80% становится уже довольно-таки некомфортно слушать, потому что громкость, ну, достаточно-таки на высоком уровне. И более чем достаточно вот таких вот уровней. 70-80% для хорошего, мощного, громкого прослушивания музыки. Можно, конечно же, и выше. Выше начинает больше смешиваться все в кашу, там, когда ближе к 100%. Ну, в принципе, скажу, что никаких хрипов, тресков и посторонних звуков нет. Все довольно-таки адекватно. Но, опять-таки, на высоких уровнях громкости, если это тихое помещение или офисное помещение, то в этих наушниках будет слышать у вас немного окружения. Если же это, например, улица, дорога, если же это тренажерный зал, где и так шумно, и всем уже и так давно все равно, и никто ничего не услышит, то здесь, конечно же, проблем никаких нет. Здесь, опять-таки, есть плюс то, что в этих наушниках будет хорошо заниматься спортом, ну, например, и в зале, и на улице. Почему? Потому что вы будете еще и слышать окружающую среду. То есть, по сути, у вас уши открыты. Не зря они называются открытого типа. И, соответственно, это более безопасно. Например, когда вы бежите где-то по дороге, вы слышите, что проезжает машина, проезжает велосипед, кто-то идет или бежит также рядом с вами, вы все это сможете услышать. Причем, значительно успешнее и быстрее, нежели это будут какие-то внутриканальные вкладыши. Если же говорить по поводу задержки, то производитель заявил, что здесь есть режим низкой задержки, то бишь игровой режим, и при прослушивании музыки, просмотре видеороликов, фильмов, говорящей головы, как вот сейчас вы смотрите, я никакой задержки абсолютно не ощущал, даже если старался что-то найти и присмотреться. А вот если говорить по поводу игр, да, конечно, я не геймер, не заядлый игроман, и я какой-то там задержки не увидел, мне никакого дискомфорта игры в этих наушниках не приносило. Даже если вы заядлый геймер, возможно, вы точно так же никакой задержки не увидите. Все-таки не зря здесь есть режим низкой задержки и игровой режим. Ну и если говорить по выводам, по звуку, чисто для себя, я понял, что на роль основных наушников эти наушники чисто, по моему мнению, не претендуют, и чисто в моем сценарии использования. Их можно использовать как для занятий спортом, для потребления контента, прослушивания подкастов, аудиокниг, таких вот видеороликов, как вы смотрите сейчас, возможно, фильмов. Ну а вот для музыки хочется что-то получше, с более насыщенным звуком, басом, такие как наушники, например, какие-то внутриканальные вкладыши, ну или же что-то вот такое вот большое. Опять-таки, в зависимости от ситуации. Как вторые, как запасные, вполне возможно. Ну а для музыки все-таки варианты есть получше. Хотя, если вы не супер какой-то меломан, вполне вероятно, что вам и этого будет достаточно. Конечно же, эти наушники можно использовать и как гарнитуры, и они вполне неплохо подходят, потому что здесь достаточно чувствительные микрофоны, плюс производителям здесь заявлено еще и шумоподавление, и в стандартных случаях для разговоров этих наушников будет более чем достаточно. В особенности, если это не супер какое-то шумное помещение по типу завода или цеха, или же какой-то шумной улицы. Да и то вы сможете точно так же без проблем делать базовые ответы, базовые звонки. Ну и также я не могу сказать по поводу новой версии Bluetooth, версии 5.4. И это хорошо, потому что здесь есть опять-таки несколько своих плюсов. Первый из которых это надежное соединение. Здесь без проблем вы можете оставлять, например, ваш смартфон, подключенный к этим наушникам где-то здесь, вот как у меня на столе, и просто пойти в соседнюю одну или вторую комнату, то есть пару стен они пробивают, здесь вовсе проблем никаких нет. И это хорошо, потому что соединение достаточно стабильное, без разрывов и без потерь. Ну а второе, это, конечно же, автономность, потому что, ну, Bluetooth новой версии, это еще и энергоэффективность. А вот если говорить по поводу автономности, то батарея в этом кейсе составляет 350 мАч. Батарея в этих наушниках 2 по 40, то есть по 40 мАч в каждом из наушников. Общая автономность вместе с кейсом составляет 28 часов, и сами наушники могут проработать без кейса до 5 часов. Плюс ко всему, по итогу, после вот этих вот 5 часов, где-то до 4, иногда 4,5 раз, можете зарядить эти наушники в кейсе. Соответственно, что по автономности, ну, хотелось бы сказать, что, во-первых, автономность неплохая, а во-вторых, если вы, например, занимаетесь спортом, на тренировку этого будет более чем достаточно, на полумарафон достаточно, на марафон достаточно, и на айронмен точно так же будет достаточно. Потому что 28 часов это больше, чем сутки. Суточная активность укладывается в все эти виды активностей. Если же говорить по поводу цены, то ценник здесь максимально приятный. Я, опять-таки, ссылку оставлю в описании под этим видеороликом. Сами переходите, смотрите, потому что в зависимости от времени цена может меняться. Но скажу, что это, по сути, ультрабюджетные наушники. И плюс ко всему, смотрю еще под записью видеоролика, есть купоны на 2-3 доллара под ценником. А это еще больше удешевляет эти наушники и делает их просто феноменально дешевыми. И реально конкурентов вот этим вот наушникам в их классе при такой стоимости я не вижу, не знаю. Если вы знаете, можете написать в комментарии. Но с такой ценой могут попробовать практически каждый. Вот такие вот наушники. Ну и выводы. Если говорить по поводу выводов, то могу сказать, что это одни из самых интересных, необычных и очень-очень удобных наушников при использовании, да, во всех случаях использования. То есть от повседневной жизни до спорта, до работы, до активности. Потому что в этих наушниках из-за комфорта можно ходить практически целый день, не ощущая какого-либо дискомфорта. Это первое. Но есть, ну, опять-таки, то, что я уже сказал, мне не понравилось то, что здесь нет хорошего, глубокого, насыщенного баса, который есть в внутриканальных вкладышах или хотя бы во вкладышах. Но, опять-таки, помним, что это как раз такая плата за данный форм-фактор, за стиль, за дизайн, за такую вот внешность. Ну, хотя изюминка в этих наушниках есть как раз, которая кроется, во-первых, в стиле, которая кроется, во-первых, в удобстве и в очень интересном кейсе, который все-таки имеет еще и дисплей и имеет функциональный дисплей. Ну, и, конечно же, не могу не сказать о очень приятном ценнике. Это ультрабюджетные наушники. То есть, если вы никогда не видели, не пробовали, не тестировали такие вот наушники, то есть вы без проблем можете себе их купить, попробовать потестировать. Возможно, вам они подойдут и понравятся очень для определенных целей или вплоть как основные наушники на все случаи жизни. Вот как-то так. Опять-таки, все ссылки на эти наушники в описании под этим видеороликом. Если это видео вам чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой первый и второй канал в YouTube, Telegram-канал и чат взаимопомощи. В чате взаимопомощи, такие как мы с вами, обычные люди, общаемся друг с другом и помогаем друг другу решать те или иные вопросы, те или иные проблемы, помогаем с выбором, подбором устройств и гаджетов. Делитесь этим видеороликом с друзьями знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Наушниками пользуются многие, а вот такие вот наушники интересного форм-фактора, дизайна и стиля могут быть интересны также очень многим. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok